получилось как мне конец говаривать 3-4 человека вы поверите что у меня с утра до вечера телефон звонит 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 и если бы тоже было так где-то стояла камера даже стационарная если каждый раз когда звонок я беру телефон начинаю говорить потом все мои эти диалоги монологи громкая связь диалоги это был бы бесценный материал потому что я говорю говорю часами говорю и что в этот раз о чем было разговаривать приятно по сезону три человека или четыре не сговаривали так вы знаете я уже только это я уже успела выписать я успел выписать я успел выписать я успел выписать а что мне теперь делать ведь вы же говорите сразу выбрасывать надо ну как можно выбросить тогда я решил небольшой сюжетик подготовить потому что люди уже локти кусают уже деньги не вырубнут все и вот получается теперь получат что получит ну и кто-то взял сослался знаете как было дело я каждый раз они умудряются даже не запоминать где выписали вот так шелся человек который сказал слово с трех букв трех букв вот первая буква К ладно посмотрите сюда давайте разберемся вот с этим вот саженцем вот сколько студентов сейчас глядя на это допустим их тысяча и вся тысяча сдаёт выпускной экзамен вот заметьте не экзамен на институте еще дурак дураком а выпускной сколько из них скажет что это нарисовано вот это вот доверчивость невероятная просто то есть он принимается как данность что это может довыросить и он бы сказал а вы знаете эту самую значит горшковая культура вот поливать удобно очень крупные плоды если вот эти листики что слева слева видите три плода листики они специально рисуют маленькими маленькими и теперь на фоне этого листа вы видите 200 граммовый абрикос вот на самом деле это ловкость рук но самое главное кто из них скажет нарисовано полностью сто процентов кто из них сообразит вот а ведь большинство ничего не училось они что-то там запоминали и все а просто порассуждать ну как же так смотрите горшки бывают все вот такие вот если видно то есть верхний этот самый диаметр больше а нижний как правило полтора-два меньше теперь представим себе что там горшок и вот с таким вот основанием теперь он нарисован якобы он где-то в саду в степи вот он стоит в саду ведь это же по идее фотография так и не падает ну тут ветер 5-10-20 метров в секунду а он не падает может только после этого и кольев нет которые бы удержали его вот и урожай не соответствует количеству листьев то есть даже нет не количество листьев а плосень листьев одно из моих закономерностей по сулату выведены что если брать не за один год а брать за серию лет дождливые сухие период который возникает еще мало плодов понятно потом их больше больше в каком-то моменте их меньше так вот если взять между ювенальным периодом и периодом переход к старости вот этот активный возраст ну допустим от десяти до самый активный возраст до двадцати лет потому что тридцать это для меня еще нормально а про тридцателетние деревья в садах уже не мечтают их увезти так что они это полжизни не проживают и вот десяти до десяти лет и вот тут-то это вообще все дерево касается но именно вот эту часть от десяти до двадцати особенно ну назовем период расцвета молодости труда и вот тут соотношение площади листьев и массы плодов однозначно например если вот это было бы а там должен учесть студент если вот это было бы задано на экзамене так то он должен был сказать это ненормальный аномальный урожай это бы если бы настоящее было не нарисованное вот теперь два года жди подпустоту мало того два года так как новых веток нет и быть не может за два-три года полностью истощаются как эти самые плодовые образования вот капица шпорцы у них куча названий они больше не могут а замены нет веток то нет так а подразумевается что это пятнадцать лет будет плодовое образование обман чистейший а кто-то должен знать если вы начнете со студентом студент научит родители чтобы никогда не покупали холдовидное яблони и груши сливы чтобы просто не покупали вот ну и хорошо если из тысячи нашлось бы сразу десять как десять когда бы сказали да он нарисован точка вот о чем тут говорить и тогда я взял все таки вы меня завели друзья купи вот эту вот самую тогда я взял вот сюда смотрите вот набрал первую букву к из трех букв набрал набрал ну естественно что там говорить я нашел его вот этот он тут просто не некогда с ним дальше говорить он тут вот и самое интересное что я тогда начал смотреть я это все видел знал но я не вникал как сказать масштабу ужаса ну цена не ужасная нет цена бутылки водки я сейчас подчеркиваю это цена бутылки швардика а здесь такие шикарные плоды ой какие шикарные деревья смотрите внимательно абрикос колонновидный вишня колонновидная груша колонновидная нектарин колонновидный персик колонновидный слива черешня и яблони яблони условно можно назвать колонновидные но тогда если она колонновидная не дает бутылки через три года она пуста просто пуста и к тому же если она настоящая а нет так она обдает обыкновенные ветки вот теперь так на планете нет ни одного колонновидного абрикоса это должно быть битом в голову каждому обувателю иначе ну нахрена деньги выбрасывали ведь ни одной колонновидной вишни ни одной колонновидной вообще нет природе их нету вот нектарина нету персика нету слива нету яблони условно попробуйте вырастить яблони вы поймете что это тоже тогда я допустим яблони колонновидная вот придираться надо к чему ну допустим яблони что я вижу несколько десятков фотографии фигурируют на всех тысячах сайтов несколько десятков показать вот их тут немного можно даже посчитать сколько причем некоторые повторяются они просто повторяются их умудряются на одном сайте вот как здесь один тот же сорт представить разных видов сейчас я научу вас немного сколько тут 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 в общем 21 штука тут внимание я должен чтобы вы передавали другим потому что сколько можно ну сколько можно вот вот допустим теперь мы посмотрели вот сюда например яблони красные вот смотрим нажимаем найти изображение в яндексе вот и теперь вам предстоит очень утомительное занятие посмотрите все они вот питомник владивосток пожалуйста вот ну естественно что у них нет его потому что он еще это смотри себе радмири москва вот садовый центр моё моё вот а еще посмотрите видите и тут есть латинский вот смотрите хотя я листаю может вам кажется что эта картинка стоит я листаю размеры ужаса глядите а почему потому что их нет природе смотрим 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 вот это бесконечно ужас или ужас без конца как говорят ну это все один и тот же снимок зашли раз это ну раздолблены на разные эти сюжеты представляете еще не конец ё-моё это же я удивился что я больше всех привык этого обмана о ну чуть-чуть назад чуть-чуть назад чуть-чуть назад чуть-чуть назад немножко 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 фотографии, а если бы в целом, ну ладно, я хотел тут одну вещь показать, как они мимикрируют, меня это, вот так, вот так, вот так, еще и куча, то есть я обратно сюда вернулся, да, посмотрите, вот МКСБ, он уже дороже 500 рублей, уже не 300, вот, а когда я сейчас уже ночью, там, люди бы это, а тут я только нажал, уже знаешь, что там было, зачем вам помочь, а вы спросите, кого делить, вот телефоны есть, вот, вот они, телефоны, купить по телефону, и спросите у них, почему у них все дойдет на фотографии из интернета, что ответит, вот, возвращаюсь, возвращаюсь, мне так забить, на несколько всех купилах, купила, так, вот это все, мы с вами, только яблони, да, мы видели с вами, 21 и там, по-моему, столько же, это все на всю страну, ой, на всю, на весь континент, на все континенты, вот так скажем, других колоновидных нету, есть, но там как, помните, я вам показывал, тоже реклама, на переднем плане, на фотографии, я засчитал, 11, яблок, яблок, на соседнем 4, на столе по одному 2, и это реклама, вот, ну вот, возьмем, допустим, первый попавшийся, что мы видим, на заднем плане пустые, видели, вот пустые, вот пустые, вот пустые, вот пустые, а на переднем, скажите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять яблок, это что, и весь урожай, вот, надо этим заниматься, ребята, а самое главное, что, это они, они оказались рекордсменами, такого количества броня, все абрикосы колоновидные, все вишни, все груши, все нектарины, и все это, все это, ну, я вот боюсь, абрикосы показывают, одни и те же фотографии на тысячи этих, вот, и вот мне стало обидно, идем дальше, я это назвал цирковь, вот, теперь, значит, ну, в принципе, вы уже поняли, что я имею в виду, вот это настоящий плодопитомник, 22-го, но с первости здесь был еще снег, 22-го началось потепление, вот, вот это настоящий плодопитомник, вот это настоящий плодопитомник, видите, вот это штучное изделие, вот так они выглядят, вот, а то, что вы видели, там все, все нарисовано, вот это посмотрели, вот, и 29-го апреля, еще был снег, раскрывая одну из тайн, как получилось, что еще была зима, а саженцы уже высылались, то есть, по сути, не все, все не удалось, часть саженца выкопать не удалось, а часть была прикопа, специальный прикоп, то есть, все в снегу, а прикоп вот такой вот дворушка, вот такая вот, уже на солнышке оттаяла, вот, вот, а почему это надо? Итак, Сергей однажды получил 12 штук, по-моему, саженцев с Крымом, все были с такими листьями, нет, не зелеными, а бело-желтыми, и все они погибли, вот, вот, а теперь видите, как куда они отправляют? Они отправляют по всей Европе, ну, по Российской Европе, по России, и что за тысячи километров, если они дождустся майского тепла, люди получат так же с листьями, будут проклинать Сергея, так как он проклинал крымских этих, зачем они с Крымом, где гораздо раньше оттаивают, зачем они в Сибирь послали вот так поздно, а? А вот, в общем, все было по барабану. Сибирь.